всем привет в предыдущем видео я вам показывала свой поход в супермаркет и все то что там было приготовлено к рождеству но я не только там для вас видосик снимала я естественно и себе домой сделала небольшие закупки сладкого и давайте посмотрим что я там себе нагревла сразу скажу что едят все эти рождественские сладости в испании не только в рождественскую или новогоднюю ночь до покупать мы их обычно начинаем с начала декабря что касается производители то они вообще их начинают производить за два месяца до рождественских праздников чтобы удовлетворить потребности всего населения страны потому что испанцы они большие сладкоежки и ни один праздничный стол ни одно рождественское застолье естественно не обходится без сладости как давайте посмотрим что я домой нагребла так это я взяла с витрины всякие разные ассорти продают поэтому всего понемножку сейчас мы все это разберем и попробуем так это у меня тоже какой-то ассортим всяких вкусняшек пальвороны эксклюзивные они там что-то были по цене я не помню около 40 евро по моему за килограмм сейчас уже не помню я немножко взяла нас двое нам много не надо чтобы нигде не слипло и взяла еще пальвороны в отдельную упаковку честно не знаю что за бренд но именно этим брендом завалено все выроски и в общей сложности вот у меня еще здесь два твердых туронах я люблю твердые туроны мягкие тоже покупаю но это не для праздничного стола как для повседневного потребления вот и у меня все это вышло сладости которые я сейчас себе купила на 36 евро но посмотрите сколько их тут у меня а много вот такой вот большой поднос у меня получился из разного сорти сейчас буду все пробовать естественно я себе здесь припасла стаканчик чаю чтобы нигде не слиплось вот итак начинаем что испанцы едят на рождество и сладости то есть мы с вами уже посмотрели как это выглядит на прилавках какие там ценники я тоже в предыдущем видео показывала вот сегодня давайте на все это посмотрим вблизи и так что основное и сладости с чего бы начать ну конечно же туроны ни один испанский стол не обходится ни один испанский рождественский стол не обходится без туронов это одна из трех главных сладости которые испанцы покупают к новогодним праздникам вот он такой толстенький здесь две пластины пополам две пластины а вот и они продаются сразу на досточки то есть целлофан сняли и на этой же досточке на которой он продается его можно подавать на праздничный стол я открывать их сейчас эти большие не буду туроны еще один у меня большой да трон вообще в испанию пришел еще во времена мавров да это сладость восточная и готовят турон традиционно потому что сейчас такой выбор разных вкусов что уже не знаю что можно туроном называть а что нет готовят турон обязательно его ингредиенты это миндаль это мед яичный белок и добавление карамелей и всевозможные ароматизаторы уже разные наполнители и многие производители особенно это касается частных кондитерских они настолько далеко ушли уже от традиционного понимания турона что разнообразие просто зашкаливает кстати вот в моем видео где гуляла по ночному сан-себастьяна у меня есть видео эпизоды из двух таких кондитерских я туда тоже еще пойду и к рождеству куплю немножко побольше ассортимент тронов а вот это то что я купила я их в принципе моих я лишь не однажды мы их до рождества еще приговорим вот что еще здесь у меня в моем большом разнообразие конечно же это пальвороноса пальвороносы это еще одно из трех основных одна из трех основных сладостей которые продают в испании к рождеству и которые покупают абсолютно в каждой семье что такое пальворонос пальворонос ну начнем наверное от того да как словом звучит если на русский язык перевести то можно как пыль потому что на самом деле вот оформляется это все как конфеты а это что-то вроде песочного печенья потому что готовится из миндальной муки миндальная мука сливочное масло сахара вот и всякие ароматизаторы ваниль а корица и могут быть и кокосовую стружку сейчас добавляют и цитрусовые и шоколад и все 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 что хотите вот если вы впервые купили пальворонос то вы должны знать секрет как его едят нельзя вот так взять и сейчас сразу открыть упаковку иначе она у вас там просто все рассыпется в данном случае песочное печенье здесь уже в прямом смысле так вот прежде чем открыть пальворонос вот такой по форме его берут и вот так вот сжимают чтобы она там все слиплась вот и только после этого открывают написано сделано вручную и даже порядковый номер каждого вот этого пальворона есть в каждой отдельно закрученные конфетки не знаю как правильно назвать конфетка пироженка печенька это короче пальворон и есть его нужно очень аккуратно это сама нежность с миндальным вкусом которая попадает к вам в рот обволакивает все это и сливочный вкус и вкус миндаля и вкус корицы здесь потрясающий вкус так вот сначала давайте про три основных сладости да я сказала что их три основных что готовят и покупают в испании на рождество это туроны это пальвороноски они могут быть всякие разные это марципаны я купила вот пока такие развесные маленькие в виде конфеток вот когда пойду бродить по сан-себастьяну возможно еще что-нибудь куплю сниму вам тоже видео какие они еще бывают вот что такое марципан марципан это сладость в принципе из миндальной муки и яйца практически как подворон но немножко другая у него консистенция он более сырой соответственно мять его не надо тут у меня марципан он такой с орешками да марципан они бывают разным в это и огромные фигурки из них продают и лепят все что угодно зачастую это фигурки которые соответствуют этому животному до по гороскопу вот а история марципанов к нам орешек припел при история марципанов он начинается из города толеда где монашки вперед средневековья вперед какого-то голода спасали город от голода и муки не было обычной пшеничной муки были только миндальные орехи вот и яйца да вот это все смешивали монашки и этим самым кормили город спасая от голода боже мой спасаться от голода можно было в средневековье только марципанами а говорят плохо жили вот видите какая-то плотная масса вкусненько сейчас есть не буду иначе до конца видео не досниму вот такую фигурку я тоже постоянно вижу каждый год вот ее очень многие покупают похоже на миндальный орешек а на самом деле такой вот то ли тоже печенька то ли это конфетка в виде миндального ореха вообще надо сказать что в испании большая часть традиционных именно традиционных сладости сладостей с большой историей делают из миндаля поскольку пшеничная мука она была доступна в средневековье только богатым семьям а простолюдины могли использовать только муку из миндаля она была более доступна как бы все было наоборот чем сейчас вот и поэтому очень многие сладости в испании делают именно из миндальной муки и миндаль может сказать тут такой символ местной кондитерской промышленности вот такие орешки виде миндаля я просто с прошлого рождества уже все забыл такая белая масса как часто бывает в конфетах вот вкусненько вкусненько но по мне приторно сладко так ладно шоколадные конфетки красный цвет цвет праздника испанцы любят шоколад едят его правда не записывайте много побаловать себя мармелад из вишенки мармелад какой-то соленый ну зато не приторно сладко такой сладкий сладкий праздник рождества главное что он начинается с начала декабря и можно здесь спокойно сладости до 7 января ничего тебе не скажет что у тебя там попа вырастет потому что все едят и никто об этом не думает вот есть всякие у меня купила такие турончики видите маленькие расфасованные это турон из жутка я кстати очень люблю этот вкус вот такие вот турончики в виде грильяжа я наверное открою кусать не буду боюсь зубы потерять я потом окрасненько когда одна буду вот такие вот видите есть турончики тоже из миндаля карамели тоже разновидность турона в принципе турон на русский язык можно перевести как нуга и все что относится к идее это все турона так что еще у меня здесь получилось что это даже вот есть какие-то слоеночка фаршированная апельсинами пока вскроешь такую сладость и не захочешь больше шоколадка шоколадка какая-то что-то она уже белым покрытая внутри что такое интересное беленькое марципан это марципан кстати не сладкий очень вкусный несколько разновидностей по вкусу таких марципанчиков у меня так 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 шоколадный турон вот и у меня попался шоколадный турон такой в маленькой упаковочке но скажу по секрету у меня в ящичке там две штучки лежат в другой закупке у них уже начали недели две назад покупать есть вот хочу попробовать что это такое слоенка с апельсинкой должно быть вкусно кстати в испании очень очень много разных десертов готовят из слоеного теста честно что я разочарована потому что и на слоенку слабо похоже и на апельсинку как-то не очень это больше похоже на джем апельсиновый я думала будет долька апельсиновая ладно не буду есть вечером с чаем пока не хочу пробовать ее после стольких вкусняшек ну в общем это в принципе вот основное все все эти сладости да только вот они как я уже сказала бывают в разной интерпретации три основных сладости которые испанцы покупают к рождеству еще раз напомню это турон это марципаны фальвароносы всевозможных вкусов как и туроны могут быть всевозможных вкусов и так и с марципанами это просто космос такой для интерпретации их столько видов делают что разнообразие получается огромнейшее и пальвароносы они тоже очень большое разнообразие много камешков вот я вам показывала до вчера из своего видео из эроски вот я что-то их не купила в этом году и наверное не буду покупать потому что в прошлом году я на рождество и столько накупила этих камешков что они у меня закончились буквально пару месяцев назад а то ей серьезно до осени доедала у меня даже вот она стоит у меня специальная для них коробочка вроде бы коробочка маленькая для этих камешков но я так их не смогла съесть в принципе стараюсь много сладкого не есть но праздник он на то и праздник чтобы себя чем-либо побаловать пишите там у себя в комментариях чем вы себя на эти праздники будете баловать всем пока пока